Мы будем лепить хачапури. Мы отщипнули лепешку теста и столько же, сколько у нас теста, столько мы должны будем взять сырной начинки. Лепешку теста распластываем на столе, не используя скалку, потому что скалкой можно его чересчур сильно раскатать и потом она у нас при добавлении начинки может порваться. Лепим такой же шарик сырный. И этот сырный шарик мы должны будем завернуть в тесто. Все очень просто. Вот так вот. Сейчас я сниму с плиты первым и хачапури, который я уже почти допекла и вернусь. Вот у нас такой получился замечательный хачапури. Ему остается только намазать маслом. масло ему придаст блеска и яркости. Ну и аромата само собой разумеется. Все. А я теперь дреплю вот этот вот. Ну то есть, что он в принципе слеплен. Смотрите, я прижала узелок ладонью и узелка практически перестала быть видно. Опять-таки не забываем про муку. Переворачиваю узелком к низу. Дальше аккуратно начинаю раскатывать скалкой, не прокатывая тесто к краям. То есть, в принципе, я нажимаю на всю поверхность лепешки примерно с одинаковой силой. Вот. Раскатать я собираюсь в толщину примерно полсантиметра. Ну, может быть, чуть толще, потому что у меня этот хачапури будет довольно-таки большим. Вот. Напоминаю еще раз. Сковородка, которая у меня стоит на плите, она не смазана никаким жиром. Это просто толстая чугунная сковородка. Сухая абсолютно и хорошо разогретая. И не бойтесь того, что у вас хачапури может прилепнуть или что-то, если у вас нормальная сковорода и она разогрета хорошо. Хачапури к ней не прилипнет. Вот. И вам просто надо будет его обжарить до румянца с обоих сторон. Переворачивается он как блинчик. Вот. И готовый хачапури остается смазать маслом. И, собственно говоря, всех дел. То есть, если у вас в холодильнике припасен измельченный сыр и замешанное тесто, приготовление хачапури – это дело, ну, буквально пяти минут. Недолгое дело. Не то это дело, которым можно заморочиться, если че уж сильно в карантине, но, как говорится, если вы хотели научиться что-то готовить, но не знали что, это прекрасная возможность начать. Значит, я стряхиваю излишки муки и кладу хачапури ровной стороной. То есть, у меня вот та сторона, где шов, она сейчас лежит на ладони. Вот та сторона, которая сверху, она сейчас отправится первым делом на сковородку. В таком случае, на нашем хачапури совершенно не будет заметно с его лицевой стороны тех складочек, которые образовались на месте нашего узелка, и вид у него будет наряднее. На самом деле, во вкусовых качествах абсолютно никак не отразится со знаки, причем сначала или с лицевой стороны. Вот. Так что, хачапури вы уже видели. Ку-ку! Я прощаюсь с вами и буду думать, чему вас интересному научить в следующих выпусках. Пока!